Искусственный интеллект Искрытые механизмы манипулирования вашим мнением, вашим состоянием души и вашей судьбой находятся в руках у тех, кто владеет социальными сетями, кто владеет механизмами цензуры, например, в ютубе, где определяют, что показывать, что не показывать, кого выставлять дополнительно в рекомендуемые видео, кого не выставлять. У меня вот недавно видеоролик кому-то, он, видимо, приглянулся, и там больше 100 тысяч просмотров за две недели, чего у меня не было никогда. Сейчас вроде бы успокоились, мне эти просмотры совершенно не нужны. Мне важнее, чтобы пришло 10 соратников, и мы с ними продолжили делать то, что мы делали. Биться за русскую Россию, за изгнание оккупантов и установление здравой русской власти. Вот это мне самое дорогое. Просмотры не значат ничего. Зато там вскрываются некоторые механизмы манипулирования. Как раз искусственный интеллект для этого и будет создан. Сейчас есть фабрика троллей у Путина. Они работают над тем, чтобы заплевывать своей ядовитой слюной всю сеть. То есть, где появляется что-то, привлекающее внимание, тут же появляются эти сетевые тролли. Они либо закрепляются за этим роликом и начинают плеваться, да, это все болтовня, да, это урод какой-то, да и так далее. Просто ругательство. Есть более тонкие механизмы, которые цепляются за какое-нибудь слово, его раскручивают и так далее. Иллюзия того, что пришел к комментаторам человек. А реально это либо не люди вот этой фабрики троллей, либо они очень скоро будут заменены так называемым искусственным интеллектом. У вас в руках такого механизма не будет, а у них будет, и они будут промывать вам мозги и создавать иллюзию поддержки одних идей и тотального неприятия других идей. Они станут хитрее, они станут имитировать личности. И в конце концов итог их деятельности это ваше одиночество, потому что они разрушили социум, его практически нет. Даже дружеские связи ослабли, семейные связи, семья разрушается. То есть вот это прямое общение между людьми они разрушают изо всех сил. Предлагают вам сетевое общение. И в этом сетевом общении вы оказываетесь в полном одиночестве среди троллей и среди вот этих искусственных личностей. При этом то, что сейчас задумала путинская шайка, это создание всеобщей электронной базы по всем темам, по каждой личности. То есть это тотальная слежка за каждым человеком. Естественно, будут неприкасаемые, хотя там Бортников выступил вроде бы как против, но как-то от официальных слов, официальной позиции не видно. Вот для таких людей будет исключение. За ними следить нельзя. Вместо них будут создаваться тоже искусственные личности, ну как создали искусственную личность из Путина. Полное ничтожество, полная невежда, абсолютно необразованный человек, никакой не разведчик, просто проходимец. Ему создали искусственную личность, затерли вообще все негативные моменты и продолжают затирать. Там история в Санкт-Петербурге с попыткой возбуждения уголовного дела, там преступление было очевидное, воровство и так далее. Ну и эти материалы тоже, вот они самые скользкие, они выползают и так далее. Взрывы домов там в 1999 году, которые специально тоже были организованы, вот это тоже все время выползает в сеть. Но это продолжают чистить и продолжают создавать фиктивные личности. Посмотрите в Википедию, что пишут о членах путинского правительства и его команде. Ну это просто идеальные люди. Идеальные люди. Никаких скандалов, все там убрано, все зачищено, ну так чуть-чуть, уж то, что всем известно, чуть-чуть могут написать. Но это идеальные люди. Они с наградами, они с премиями, у них там красные дипломы появляются ниоткуда и так далее, и так далее, и так далее. И вот эти искусственные личности будут вам представляться как члены правительства, а вы будете одиноки. Среди вас будут сплошные фейки. Вы не найдете среди этих людей настоящего человека. Настоящего, которому свойственны и ошибки, и с которым можно поспорить, и с которым можно просто встретиться даже там в кафе, чаю попить. Нас будут сдвигать вот в эту сторону, когда вся наша жизнь за пределами рабского труда будет фальсифицирована. А рабский труд возникает от чего? От того, что, во-первых, про вас все известно, и вами можно манипулировать как угодно, зная все, что вообще вы себе представляете, в том числе и содержание ваших кишок, ваших тайных мыслей, ваших каких-то историй, пусть даже детского периода. И вот все это будет наматываться, будут создаваться ваши манипулятивные портреты, на что надавить и как вас направить. Поэтому ваш труд, ваша жизнь будет рабская. А там, где вы будете ощущать иллюзию свободы, там будет такая же тотальная несвобода, потому что вы не сможете найти ни одного единомышленника. И если по чайни соберутся трое реальных людей и начнут что-то обсуждать, тысяча троллей налетит и рассеет, она рассорит вас, найдет те точки, в которых вы расходитесь, усилит одну точку, ослабит другую. Потом наоборот, раскачают ситуацию, вы разбежитесь, разойдетесь, как в море корабли. Вот то, что нам пытается сейчас создать мировая закулиса, стопроцентным участником которой является, конечно, и путинская группировка. Более того, будут создаваться фиктивные общества. Они уже сейчас есть, как создавали управляемый русский национализм, раскручивая тоже абсолютно ничтожных мальчиков уличных, которых превратили якобы в вождей русского движения. Люди, не представляющие собой ничего, никогда нигде не работавшие, имеющие практически нулевое образование, но вот их поднатаскали, они где-то начали более или менее внятно выступать, какие-то идеи высказывать, но не представляя из себя ничего. И вот эти фиктивные общественности создавали, оттянули туда людей, люди разочаровались, разошлись и все, и разрушили русское движение с помощью фиктивных личностей. Фиктивных, они хотя и представляют собой живых людей, или представляли когда-то, кто-то уже в мир иной отошел, но на самом деле это фиктивные личности. Им что сказали сверху, то они и сделали. Это инструмент манипуляции, инструмент разрушения социума, создания фиктивных общественно-политических структур. Поэтому вспышка, скажем там, русского национализма, она была подавлена не столько репрессиями, хотя они тоже были, сколько вот этими манипулятивными технологиями, которые используются, естественно, противозаконным путем. Очень интересно, кто является передовиком, используем это слово большевистского периода, в деле уничтожения социума. У нас Сбербанк будет теперь курировать вопрос создания вакцины против несуществующего вируса, но несуществующей эпидемии. Они будут разрабатывать эту вакцину и определять, что в этой вакцине вообще будет. Потом они сказали, не-не-не, но мы же тут у нас не медицинское учреждение, мы только будем финансовый вопрос разбирать. Нет, они будут именно этим заниматься. Тем более, что Герман Греф посетил штаб-квартиру Гугла, и там ему показали такие перспективы манипулятивного характера, который Гугл уже применяет отчасти, но впереди еще более фантастические перспективы. И Герман Греф – это тоже фиктивная личность, абсолютно с нулевым образованием, с нулевым опытом работы, никакой не финансист, не экономист, просто вот человек, застрявший с 14-летним возрасте. И он, потрясенный тем, что он увидел, он приехал в Москву и сказал, все, мы Сбербанк будем преобразовывать. То есть вывеска будет банк, а реальная – это будет вот эта манипулятивная информационная структура, которая будет продолжать дело Гугла, фальсификации человеческой жизни. Именно этим они и будут заниматься. Ну а наше дело – создавать реальные человеческие сообщества и создавать круг доверия, в который не может вторгнуться никто. И никакие соображения, там, перспектив, удачи, каких-то информаций, которые приходят извне, не должны поколебать желание людей быть вместе, действовать вместе. Прежде всего против вот того цифрового рабства, которое нам приготовили Путин, Греф, Силуанов и прочая нечисть, собравшаяся в путинском правительстве и выполняющая не волю народа, как в Конституции вроде бы они же такие же люди и записали, а волю закулисных манипуляторов, желающих все европейское человечество, а в перспективе и все человечество превратить своих рабов в биороботов. Власть русским за русскую власть. Слава Руси!